Как научиться свободно разговаривать на английском? На самом деле мерило свободного общения на любом языке это тот уровень языка, который у вас есть в вашем родном языке. Что это значит? Когда вы говорите на вашем родном языке, вы говорите в определенной свойственной вам манере. Вы заметили, что люди вокруг общаются по-разному. Кто-то говорит быстро, кто-то говорит медленно, кому-то свойственны определенные жестикуляции, когда он общается, теребить волосы, перебирать, либо же трогать себя за плечи и так далее. Я думаю, вы это замечали. Вот эта манера общения это то, что вам будет свойственно и в любом другом языке. Вот эта свобода, внутренний комфорт это то, чего надо достигнуть. Это достигается только одним способом, когда вы натренировываете автоматизм. Та причина, по которой вы говорите на вашем родном языке, не то, что вы знаете хорошо правила. Вы научились говорить на вашем родном языке до того, как пойти в школу и изучать там правила ча-ща, вот эти вот все правила, да? И это произошло до. Вспомните это, пожалуйста. Потому что, как я вижу, очень многие начинают считать, что им не хватает знаний грамматики. Недостаточно много времен они выучили, чтобы заговорить. На самом деле грамматика это составляющая языка. Что такое понятная речь? Это грамотная речь. Если вы будете наблюдать за детьми, вы увидите, что когда они только-только начинают говорить, это просто набор слов. И родители, взрослые их окружения помогают им, исправляя речь, правильно формулируя за них речь, помогает им вот речевым аппаратом правильно начать произносить. Но ни один взрослый не сидит над ребенком и не говорит ему, так, сейчас это правило такое, это депричастный оборот, давай мы сейчас его будем учить. Нет. Ребенку просто заставляют, просят много раз повторять что-то. Таким образом ребенок начинает говорить. У него есть автоматизмы, потом он идет в школу, узнает про разные правила. Так почему же мы решили, что если мы учим английский язык, то сначала нам нужно узнать правила, нам нужно научиться читать и писать, после этого только мы сможем заговорить. Это неправильно, это не естественный, не природный, не такой, как положен на порядок. Когда вы это делаете, самое страшное, что вы идете против своей природы, потому что у каждого человека есть врожденная способность заговорить, потому что каждый из вас в детстве заговорил на вашем родном языке. Это произошло именно потому, что у вас есть речевой аппарат, у вас вот здесь есть необходимые органы, издающие звук. То есть на природном, физическом, телесном уровне у вас есть все составляющие, чтобы заговорить. И когда вы изучаете другой язык, вы просто-напросто должны повторять те же принципы изучения языка, которые у вас были в детстве. Создание автоматизмов достигается только многократными повторениями фраз, пока вы их не доводите до состояния «свободно говорю и имею это в виду».